Вы говорите, что страна, там есть родина, а есть государство. Верить в государство это совсем не так. Одна совершенно очевидная вещь. Публика совершенно не понимает одной принципиальной вещи, которая лежит в собственном основе идеи создания этого клуба. А именно, что есть некоторая грань, а именно, которая пролегает в октябре 17-го года, которая непереходима, которая, в общем, за которой уголовщина. Ну вот с разными, так сказать, людьми улет, но есть вот с явными уголовниками все как непринято в обществе общаться. Хотя люди есть разные, плохие, хорошие, подлые, честные, там, неважно. Но вот есть некоторая черта. Так вот, эта черта есть, и она все время не осознается. Вот все время тут я слышал, а вот раньше была тоже разная Россия, а вот там Ван Грозный от Петра отличался, и Хрущев от Сталина, там, Брежнева. Нет, вот принципиально... Вот это, кстати, прием, который вот национал-большевизм, он постоянно, это его основная, так сказать, мысль, что вот, ну, и раньше все менялось, и потом все менялось. Какая в принципе разница? То есть идет вот эта установка на замазывание этой принципиальной черты, вот, она очень четко прослеживается. И она, к сожалению, в сознании людей, как вот можно было сейчас видеть, тоже присутствует. Я просто хочу, не буду об этом говорить долго, я хочу привести просто пример, который говорит в эту пользу. Вот, допустим, вот Игорь Чубавич, да? Вот, и я скажу, вот он человек, он марксист, так сказать, столист, человек вообще левых взглядов, я человек взглядов крайне правых. Вот, у нас с ним нет ничего общего. Ничего общего, да. Вот, для меня я не видела только марксизм, но и вот все, так сказать, ему, так сказать, пришествующие, и, так сказать, вот, у нас нет ничего общего с ним, казалось бы. Но, когда, вот, он выступал с этой идеей, с такого клуба, в основе которого лежит вот эта идея, прекращение преемства от Сардепии и восстановление преемства в исторической России, я обеими руками был за. Понимаете? Вот, то есть, вот, вот вам наглядный пример. Не важно, какая Россия, такая, сякая, но есть понятие Россия, есть понятие анти-Россия. Вот, и поэтому, тут, вот это, вот это, должно чувство всеми осознаваться, понимаете? Нет, ну, вы, наверное, сказали, что есть своя Россия у национальных большевиков, есть свою Россию у Чёрных Сотников, да? Нет, нет, у Чёрных Сотников есть своя Россия, а национал Большевиков своей России нет, национал Большевики нет. Это сомнение. Это сомнение, я думаю, что можно больше не зловесить, не ради рождения. Ну, а, вы, говорит, там, пришли там уголовки, схватили власть, как бы, да? Ладно, если будем брать княжеские дружины какие-нибудь, да, в эпоху, там, разробанности, как бы, да, они сильно отличаются от, там, не знаю, люберецких или каких-то ещё, как бы, да? То есть принцип такой же силовой, и тверские приходили, забирали в торжок, там, иконы, учили, уносили их, уничтожали, думали, что это идолы, которые помогают. Итали, таких историй миллион. Я просто, потому что очень, я целиком за идея клуба, ну, в смысле, я первый раз о них услышал, я ничего против не имею. Я просто, что должен быть всё-таки понять, что, ещё раз повторюсь, что вот этих вот каких-то мембран и каких-то вот этих вот ключевых поворотов, можно даже говорить о нотаро-монгольском Иге, предположим, ещё о чём-то, как бы, да? А для какого-то поколения, которое чуть меньше меня, которым сейчас, ну, не знаю, это, ну, два раза меньше меня, которым сейчас, там, 18, да? Для них они обрежнут ничего, не знают, как бы, да? Лидят для них, как для меня был, там, Дмитрий Донской, предположим, да? То есть, это столь какая-то мифологическая фигура, как бы, да? То есть, здесь получается, что мы достаточно, как, вот, как там, великое дело, без надёжных веке от народа, как бы, да, получается, как-то, там, декабристы, понимаете? То есть, это как-то очень здорово, как бы, да? То есть, миллионы людей не грамоты, так что это не ослабляется? Нет, я, что просто, ну, я, условно, знал вопрос, но идеи клуба, она великолепная, да? А я докладываю, докладчиками, да? Что просто очень важно поделиться, какая Россия, как бы, да? Деволюционно, я согласен, да, мне так же неприятен коммунизм, и так далее, да? Да, любая, какая-то... Она очень разная, да, она очень разная. Так вот, любая, какая бы она ни была, вся она очень разная. И она одно, по одну сторону черты, а сардепия по другую. Сергей, можно? Значит, я бы хотел, чтобы они потеряли главную нить, потому что, если есть те, кто хочет поработать в клубе, напишите, оставьте свои координаты, во-первых. Во-вторых, вот у нас ведь 70 лет беспробудного единства, как говорил в свое время Юрий Николаевич Афанасьев. И на одной встрече всех вот, все это прояснить, тем более, сразу невозможно. Поэтому, наверное, не нужно стремиться к тому, чтобы все отсюда вышли как солдаты с троем, и под одним лозунгом, так не бывает. Но если есть вот желание, если есть ощущение, хотя бы проблемы и беды, которые в нашей стране, и готовность вот что-то сделать, и не вообще что-то, а все-таки вот после трех человек разговора, наверное, мы можем понять, что мы хотим, когда мы стремимся. Мы не надо во всем совпадать. Мы с женой никогда во всем не совпадешь, да? А тем более пришли, поговорили. Но вот если вот есть ощущение общей цели, общей, может быть, стратегии и так далее, с очень разными деталями, если есть готовность, чтобы мы не забывали, вот напишите свои телефоны, а мы продолжим разговоры. Кто еще хочет? Пожалуйста. Несколько слов сказать. Представьтесь только, пожалуйста. Абрамов Михаил Давыдович. Ну, во-первых... По налоговому праву. Да, по налоговому, не по налоговому. Вообще говоря, налоги, это, так сказать... Это отдельная тема. Это отдельная тема и суровая необходимость, так сказать. Ну, по поводу вот заседания клуба и по поводу темы, которая есть. Вот, во-первых, мне кажется, принципиальная разница между историческим процессом, который происходил до революции и после революции, тем, что тот процесс был естественный, даже независимо от того, что там нападали татары, ну, все как-то происходило. А это процесс, придуманный в голове какого-то одного человека, который вот думал, что это так вот будет хорошо. И в результате, так сказать, вот... Потом все расхлебывали и дальше уже все продолжалось. Это во-первых. Во-вторых, мне хотелось бы сказать, что совсем не обязательно противопоставлять идеи, так сказать, вот клуба и это самое, существующие власти. И это, собственно говоря, вот, говорят, что печатают, не печатают. По-моему, все, по-моему, все может быть напечатано, вот, по крайней мере... Мы поспорим. Ну, так, на первый взгляд, по крайней мере, что писать с историей. У меня была большая статья о организме, да? Ну, возможно. Возможно. Ну, в-третьих, я хотел бы сказать вот по поводу того, что право и дело. Вы знаете, ведь, в общем-то, мы же не просто хотим, так сказать, вот, боевать там и чего-то. Мы хотим добиться каких-то. Мы не хотим, никто. Только не насилие, но мы хотим добиться каких-то целей. А сегодня, к сожалению, вот вы, да, говорите, даже вот студенты, им говорят, что вот был такой террор, а он удивляется и говорит, ничего не было. Им это самое страшное, что им это не очень интересно. Вот. И поэтому... Ксюша Собчак гораздо привлекательнее. Ксюша, да. И, так сказать, много другого. Петросяна там и все. И это, так сказать, система. Общая система, так сказать, с помощью телевидения происходит. Вот. Ну, я что хотел сказать. Что для того, чтобы людей, которые считают так, как вы, и, как, в общем-то, многие, становилось как можно больше, надо, чтобы как можно становилось людей богатых, богатых и успешных и так далее. Поэтому, так сказать, надо делать все возможное, чтобы люди становились богаче и успешнее уже в существующих условиях. Нет, в существующих условиях. Мы все равно, так сказать, если... Допустим, тут нельзя говорить, что вот... Или вот надо все поменять, и вот так, кстати, все это самое. Или ничего пока другого не делал. Вот. Ну и... В конце концов, я бы хотел сказать, что вот чем Россия, так сказать, идентифицируется в наших мозгах. Вот. Это литературными источниками. Мы читаем Тургенева, Пушкина, Чехова и так далее. И у нас формируется вот понимание России, как она вот была, и преемственность, и все такое прочее. И, собственно говоря, вот это немножко вдохновляет. И если, к сожалению, сейчас люди меньше читают, но, с другой стороны, все больше появляется даже на телевидении вот этих самых произведений, которые, так сказать, продолжают вот этот самый российский дух, русский дух и вот эту вот самую духовность. Вот. И я вот надеюсь, так сказать, надеюсь, что вот именно это поможет восстановить то, что было раньше. Спасибо. Тогда ничего не надо делать. Нет, дело... Нет, оно надо... Если мы не будем делать, то оно будет очень медленно, и может лет через 100, через 200. Надо вот именно пропагандировать, просвещать то, что вот вы говорите. Например, снимать все мифы. Для меня, например, сегодня было несколько мифов. Для меня, я, например, просто не знал, хоть считал, что я уже все знаю. То, что вы рассказали, это для меня по поводу войны, по поводу еще некоторых вопросов. Конечно, надо мифы эти... Надо демифизировать. Спасибо. 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 Да, пожалуйста. Значит, если... Началось спросить. Информационное агентство Фарс Видео, Байков и Жуар Константинович. Вот по поводу работы этого клуба, я вот сегодня почему-то не увидел связь сегодняшнего, вот то, что сегодня происходит. Вот у меня вот такая вот книжка есть. Синвал, хроника грузинской агрессии. Вот если бы, например, мы бы обсудили вот эту книжку с точки зрения истории, с точки зрения того, что вы говорили, собирание земель. Так что произошло сегодня на границах России? Это что, президент собирания земель? Или это была агрессия? И чья была агрессия? И с точки зрения права, и так далее. Мне кажется, что... Это моя действенность работы клуба будет только тогда, если она будет связана с конкретными делами, которые творятся сегодня в России. Я подчеркиваю, творятся. Потому что со многими положениями я просто не могу согласиться. Поэтому мне кажется, что чем больше у нас будет вопросов связанных, не просто вопрос социологической наукой, а вопрос, почему мы не понимаем свою страну, здесь возникает вопрос, к какому страну? Здесь это не сказано. О какой стране? Если мы не понимаем Россию, то тогда надо расшифровать, что такое сегодня понятие различных слоев нашего общества, что такое Россия. В том числе, очень важный вопрос, это вопрос молодых людей. Как они это понимают? Что для них Россия? Потому что многие из них, когда видят сегодня Тарик Калор, а вот когда я им говорю, что Власов тоже ходил, кто такой Власов? А Власов это был еще человек, который защищал еще и Москву. Вот моя вот такая вот точка. Я понял, что у Вас возражения, но только я не говорил, как это заплатить жизнь, что конструктивно выгодить. Нет, не возражения. Нет, не возражения. А ты достиживал? Нет, в смысле, связывать вот сегодняшнее с прошлым, и с прошлым советским, и с прошлым, если мы это не будем рассматривать, это будет исторический клуб на тему, как было плохо или хорошо при советской власти, или как было замечательно при российской, что плохо. Ну и что? Какой конечный итог-то? К чему мы, так сказать, это самое ощущение? Вот Вы сказали, были созданы клубы. Мы с Вами участвовали в этих клубах, а результат сегодня, мы пришли опять к вопросу создания этих клубов, которые должны что-то снова совершить. Пока ведь мы, по сути говоря, сидим-то у разбитого корыта. Вот о чем идет речь. Не хотим мы этого, не хотим у разбитого корыта. Учиться, учиться. Я думаю, что для начала нужно понять, вообще есть же в клубе поработать. Есть, мы собередуем и обсудим программу, наметим какую-то концепцию, нельзя же собраться, и тут же все ответы на все вопросы. Понимаете, в науке есть такое право, когда говорят, давай вот об этом не сказали о том, а я всегда спрашиваю, а вот то, что я говорил, было лишним, ненужным? То есть, вроде бы, то, что я говорил, было важным, но есть масса вопросов, на которые я не ответил, и ни один бы человек, нельзя ответить на все вопросы. Мы не ждали от вас ответа. Вы сказали, мы обсуждаем работу клуба, вот я и говорю, вот какая тематическая направленность нужна. Понятно. Ну, дело в том, что, если я с вами буду спорить, у нас с вами спор зайдет очень далеко, понимаете? Игорь Владимирович, может, поможет вам. Вот в объявлении написано, извините, что я встреваю, из кавычков, большой буквы, положение о гражданском дискуссионном клубе, в кавычках, Россия. Вот я, например, первый бухгалтерский образование, я 30 лет работаю с бумагами. Наверное, эти вопросы не возникали, и новь, когда мы соберемся, если у нас перед руками, или где на сайте вывешено, есть положение, кто-то с ним согласен, кто-то не согласен. И последняя реплика, так как я взял, я не знаю ни отчества вашего за председательство в Черстале, по правой руке. Да нет, председатель. Да, я просто, почему акцент? Мне кажется, из его уст более четко выразилась фраза, которую нам раздали сейчас на двух листах документ. Мне он немножечко, вот всем он мне нравится, но последняя фраза, и вот то, что сейчас уважаемый последний выступающий говорил, здесь смотрите, последняя фраза выбита жирным шрифтом. Активисты клуба, то есть меня уже половина или ближе записали, ставят целью подготовить и провести открытый гражданский суд в советской системе. Очень много вопросов, во-первых, что такое открытый, как его организовать, это мы пообсудим. Но, я как активист, член этого клуба, не ставил бы главной задачей судить советскую власть. Она будет судить и пересуживаться много раз, в разных аспектах. Как базовую площадку наших интересов по учислению «за» и «против», вот здесь товарищ говорил, что «за» нам импонирует в России, и что «против» у нас в царской России, написать стал без. Нет вопросов. Теоретически. Что с СССР «за» и «против», хотя я подписываюсь под репликами, что это ненормальное государство, это антироссия, это 70 лет беспробудного, что-то написано. Я все это согласен. Мне больше в клубе интересует, что мы обществу можем в клюве преподнести наше мнение. Желательно согласованное, желательно может быть сумбурно-многополярное, но это будирование той головы из винегрета должно выходить какой-то продукт. Продукт делали интеллектуалы, философы и прочие. Почему я задал подразделяющий вопрос? Или это дискорсионный научный клуб, он очень важен, или он общественно-политический, как товарищ говорит, надо, может быть, действительно конкретный пример обсудить. В этой связи, я с чего и наговорил вначале, а то расходятся и устали. Положение будет, следующая встреча, если вы сейчас нам огласите, будет. И вот я лично вижу в своем части не в великих глобальных идеях. У меня их много, и частично опубликованных, их высказывают. Это педантичная, ежедневная работа, вновь и вновь обращаться к чистому листу. Значит, все прежние встречи и мое десятилетие работы в интеллектуальном продукте были безрезультатны. Неправильно мы подходили. В том числе, не умеем слушать, не можем регламенты делать, не можем заключительные слова говорить, не можем доводить до масс пропаганду, агентацию. Это надо у Ленина учиться, кстати говоря. Извините меня. Да, они пропагандную агентацию хорошую делают. Но если они идут в русле наших задач, но в это время, конечно, не стать теми гениями, как мужчина сказал, один человек придумал, как философию учить, государство солнца. Все ли сейчас стремятся к государству солнца? Я лично, почитав философию, не хочу государства солнца, но стремиться к здравому государству, где будет правдивость на первом месте, возможно, это одна из наших задач. Извините. Но просто судить советское государство, во-первых, это уже история. Во-вторых, это покаяние. Не нужно это срочно. Да, нет. Но, мне кажется, более первостепенно, вы в преамбуле написали две эти задачи, а в конце акцент сделали именно на главной задаче судить. Я не исключаю, что это важный момент. Но, наверное, он не первостепенный. Он, скорее всего, все-таки идет на втором плане. Или подпирает первое. Нам нужно сказать, что мы предлагаем обществу, как вот участники данного совещания. Может быть, это совещание, надеюсь, будет работать год, два, три, пять, двенадцать лет, два срока президентства команды Путина. Будем оппонировать к ним. Ну, что делать? Мы в этих обстоятельствах на постах. Или Медведев? Есть кисть... Да, Медведев вряд ли. Что касается... Я думаю, что работа может строиться следующим образом. Мы будем вести дискуссии, обсуждения, будем ставить какие-то новые вопросы, новые доклады. То есть, прежде всего, знаете, как когда-то Афанасьев говорил, после этого самого беспробудного единства сначала нужно прийти в себя. То есть, поскольку у нас у всех все запутано, то сначала нужно распутаться, а параллельно, как некий такой гражданский проект, вот то, что там написано, но есть... И вы же сами говорите, а что практически? Ну, что мы вот так будем ля-ля-ля-ля? А что... А на практике, вот если мы через год, два или три, не знаю, или как, двенадцать вообще многовато, столько, наверное, сил не хватит, вот если мы в конце концов, если у нас будут, не знаю, там, филиалы и так далее, и мы проведем гражданский суд над советской системой, не над людьми, не над гражданами, которые все это вынесли, и войну, и все остальное, а над системой, вот это, наверное, будет результат. Потому что, вот простой пример, вот проблема Холокоста, вот на Западе Европы эта проблема не является проблемой дискуссии. Есть уголовное, это доказано, это зафиксировано, это бесспорно. Если кто-то сейчас там начнет спорить, а чего вы взяли-то это все, он получит статью уголовную. Вот мы можем с тысячу лет спорить, нет Сталин хороший, нет Сталин плохой, нет хорошего, и так это будет. Нужно доказательный некий, нужно закончить этот спор. Нельзя 50 лет спорить о том, хорошо это было, нужно поставить точку, понимаете? Поэтому и нужно провести дискуссии, обсуждения, провести суд, и все, иначе наша страна будет в раскоряку стоять до тех пор, пока вся нефть не кончится. А дальше просто она будет никому не нужна. Вот такая тактика. Вот еще Сергей. Только представьтесь, пожалуйста. Сергей Трубин, я как раз бы хотел высказать абсолютно противоположную мысль, чем сказал мой сахасед. В свое время, когда российскую конституцию делали, вот была комиссия Румянцева, которая пыталась всех выслушать, все учесть, и вот говорили, говорили, писали, писали, сейчас Олег вот пропускает многотомный труп, посвященный этой истории, и ничего так и не сделает, пока там Шхакрай не написал, и сверху ее спустили, нравится, не нравится, а вот сейчас уже все говорят, лучше ее не менять. Поэтому дискутировать обо всем можно бесконечно долго. Но я бы как раз считал, вот с моей точки зрения, что главной целью, вот нажать вот Грубо, это и есть подготовить и провести открытый процесс над советской властью. Все. И вот в рамках этой узкой цели как раз собираются те люди, которые, может быть, по всем остальным позициям имеют разное мнение, а вот здесь в них общее. Понимаете, всегда дружить легче против кого-то, чем за кого-то. Вот есть одна такая цель, и надо ее реализовать. И вся остальная деятельность должна быть направлена вот для реализации этой цели. Вот узкой целью отметали все другое. И как вот Игорь правильно сказал, если мы сформулируем те бесспорные позиции, внедрим их в сознание общества, то тогда мы и сможем провести вот это мероприятие. Я не знаю, общество поддержит, не поддержит, но надо четко сформулировать и внедрить вот эту мысль, так сказать, умы, в пудель. А что касается молодежи, понимаете, вот тут я все же был на нескольких конференциях и как раз где была активная молодежь, мне очень интересно, я себя вспоминаю, когда там коммунист там был тоже, ах, елки-палки репрессировали, блюхера реабилитировали, а потом мне стало абсолютно все равно, кто там кого репрессировал, кто кого, значит, реабилитировал. Все они одним миром мазанным. И вот для молодежи вот абсолютно правильно. Вот это все вот наши дискуссии носят такой теоретически и отвлеченный от их жизни характер, что вот на этом уровне в хриатре мы широкие слова молодежи привлечем. Потому что для нее вот то, что происходит, это как раз естественный процесс. Вот это мы понимаем. Вот это было искусственно, это вот к группе товарищей в голову пришло, и они историю мира поворотили. А для них это все естественно. И последнее вот замечание собиралась молодежь. Приехали со всей России те, кто не являются членами единой России, те, кто не приближены к власти. Это вся Россия. Да, и возникла дискуссия о процессе построения гражданского общества, и вот как власть к этому относится. И тут вот мне как-то показалось что-то неправильно, я выступил и сказал, почему вы считаете, что целью нынешней власти является построение сильного государства? Для них это вполне возможно. Это не цель, а средство. Для них сильное государство средство для достижения их абсолютно другой цели. И вроде бы ты так все рассказал. И это абсолютно вот этим молодым людям было неинтересно. И потом в процессе дискуссии я понял, что они все понимают и все знают. Да, вот есть власть, вот она. сконцентрировалась. Вот, значит, какая-то часть общества, она привлечена, и все, процесс приема закончился. Они остались вне. И им уже абсолютно начихать, что власть будет делать, и что, так сказать, какие дивиденды. Они на ней поставили крест. вот они будут иметь то-то, 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 то-то. Что мы вне структуры власти, как нам стать значимыми людьми. Вот. Ну, значимыми. И вот это их и занимает. Как стать личностью и влиятельной личностью вне структуры власти. Они на эту власть уже поставили крест. Вот такие процессы в молодежном движении. И поэтому нам, еще раз повторяю, надо сосредоточиться на очень узком направлении. Спасибо. Ну, вот здесь вот прозвучало уже несколько раз цель подготовки к процессу над советской системой, там, советской власти. Но это все слишком общо. Ведь творцы советской власти системы это КПСС. Так вот, это более конкретно. Потому что производная советская система мы все тут вместе. Но не все имели отношение к преступлениям. Так вот, надо начать от КПСС, когда она в тяжелый для родины момент в Первую мировую захватывает власть на немецкие деньги и до ввода танков в Москву в августе 91-го года. Вот все ее деяния. Это все КПСС, а не советская власть. Это ширма всегда была. В советской власти как таковой никогда тоже не было. Опять-таки, вопрос о первой налогии. Ее с первого дня не было. Они захватили власть насильственным путем. За них никто потом на выборах не голосовал. Очень мало. Каждый четвертый, кто-нибудь армии. Тоже против. Кстати, вот я забыл сказать, набрали они всего один процент добровольцев из 7 миллионов 70 тысяч написали добровольцами в Красной Армии. Это вообще ничто. Вот какая Красная Армия. Один процент от старой. И 30 только за большевиков. Поэтому вот не избавить. Вот это надо все деяния вот эти. И Вторая мировая война мы начинаем. Когда она началась? Началась она может быть до 1 сентября, когда еще Пакт Молокова-Риббентропа. Опять-таки, это же не советская система, большевики и фашисты договорились. Развязали Вторую мировую и так далее. И холодную войну. Куда ни копни, везде упираемся на КПСС. Можно я два слова скажу, поскольку разные идеи звучали и если есть желание будем двигаться дальше. Вот когда Сергей говорил, что молодежь, вот такая молодежь, какая она есть, да, знаете, а в советское время все были гомо-советикусы, а сейчас бы я сказал, что формируется, уже сформирован гомо-пост-советикус. И этот гомо-пост-советикус сформирован так, чтобы ничего не надо, что ничего не интересует. Какая-то там политика, вот как-то они живут, как-то развлекаются, как-то чего-то, да, но мы еще вот вроде бы остались нормальными людьми и мы не можем с этим согласиться. Поэтому просто рассчитывать, что другая, вот такая молодежь, какая есть, другой нету. А надо пытаться что-то сделать, мне кажется. Вот еще один вопрос. Возможно, самые разные подходы, взгляды, позиции и так далее, и так далее. Нет, я готов действовать, если принимается два тезиса. Во-первых, новая Россия, постсоветская Россия должна быть преемницей тысячелетней России. Как это сделать, это очень большой вопрос. Ну, в конце концов, вот у меня книжка, где, знаете, здесь 400 страниц, я же не могу, здесь есть целый раздел о том, что такое Россия постсоветская, какая она сейчас, какая должна быть. Вот. Но если мы соглашаемся в том, что нынешняя Россия должна быть преемницей тысячелетней России, с учетом того, что были 70 лет, никуда от них не денешься. И второе, вы говорите суд. Один говорит, нужен, другой не нужен. Но суд над советской системой, а с каких позиций? С позицией тысячелетней России, с позицией российских, не советских, не западных, а российских, потому что была разрушена Россия, и надо вернуться в Россию, у нас нет другого. Мне кажется, вот эти два отельства, то есть целью посвящения все-таки этот суд, вот с какой целью? Цель многоплановой. Кстати, вот сейчас рано говорить. Цель слезали. Вообще цель простая, чтобы убрать советское из нашей жизни. Не только эти станции Кропоткинские и прочие, да, а чтобы у нас система идеалов. Если он выходит и говорит, а я герой Советского Союза, я как генерал Судоплатов помер в теплой постели, который громил страну, да, а узники, вчера в известиях я читал, что, значит, вводятся, мы добились того, что узники лагерей немецких получат компенсацию от немецкого правительства нынешнего, да, а то, что узники, это было всего три года, а узники сталинских лагерей во многих регионах не получают никакой пенсии, даже как бы, а кто они такие? Да сейчас бы. Вот узники немецкие, то есть чтобы была ясность в голове, чтобы мы поняли, в какой стране живем, чтобы не только переименовать, вернуть наименование, но чтобы систему правил, систему ценностей российскую восстановить. Вот в чем цель. Иначе невозможно, потому что если у нас одновременно и вагон для курящих, и не курящих в одном вагоне, то это абсурд. Либо туда, либо сюда. Вентиляцию поставить можно? Я хочу курить. Зачем мне вентиляцию? Я хочу курить. Пожалуйста, курите. Вентиляция, пожалуйста. Ну, это бессмысленно спорить. Понимаете смысл? Есть левый ботинок, есть правый. Нельзя выпустить опухоль, которая была бы сразу и левая, и правая. Нельзя сразу объединить коммунистов в антикоммунистов, и фашистов в антикоммунистов. Либо туда, либо сюда. Есть вещи, которые несоединимы. Сегодня у нас пытаются соединить и российское, и советское, и западное. Это бессмысленно, это абсурдно. К чему это приводит? Это приводит к тому, что исчезает всякая ответственность. Нет правил. Всегда можно сказать, это так, потому что вот когда у нас вводят налоги, повысили цены на телефонные тарифы. Слушайте, так это весь цивилизованный мир. Там же звонки мобильных телефонов платят. А когда зарплата символическая, никто же не говорит, даже во всем цивилизованном мире. А при Ельцине, тут другая система. А при Ельцине вообще не платили, а сейчас платят. Так вы по одной шкале меряйте, иначе невозможно. Либо меряйте как в цивилизованном, либо как в СССР, либо как в России. Если мы расходимся, это тоже может быть. Но на мой взгляд, вот два требования. Если мы за то, чтобы вернуться в Россию, и за то, чтобы осудить советскую систему. Почему? Вы не найдете идеальное слово. Вы говорите о КПСС. Конечно. Но я был в КПСС. Между прочим, в Германии. Хотя я был исключен из КПСС за деятельность, направленную на раскол партии. Это официальная формулировка. В апреле 90-го года. Но в Германии, например, Нюрнбергский процесс, он судил внутреннюю партию, а рядовыщенные НСДП. Не считались преступными. Не знаю, как у нас, как будет считать. Но я считаю, что наш народ нельзя винить и обвинять. Потому что в Германии Гитлер на выборах победил. А у нас в результате переворота. И в результате чудовищного террора десятки миллионов угробили. За что же я тогда отвечаю? Да я сказать ничего не мог. Игорь Викторович, очень существенный момент. Вот насчет суда. А кто судил, собственно, Гитлеровскую Германию, фашизм? Разве они сами судили? Конечно, нет. Конечно, оккупанты. Это в этом проблема. Оккупанты, да? Значит, что нам теперь? Оккупантов призвать, чтобы такой суд состоялся. Вот, чтобы не было оккупантов... Вот, значит, представьте себе такую простую ситуацию, о которой многие уже говорят. Берлин, Бундестаг. Прямо перед Бундестагом находится, значит, склеп, где лежит полуразложившийся труп Гитлера. Значит, Бундестаг устраивает туда платные экскурсии. Да, представляете? Прямо через Берлин идет Гитлерстрасса, да? Гитлерстрасса идет, да? Вот, вы представляете? Не представляете. А почему? Потому что кто судил все это? Это же не немцы судили. Мы не можем сами себя судить. В этом-то и проблема. Да. Вот в этом... Мы суды привидения были. Мы не можем это сделать. Понимаете? Значит, мы обречены. Нет, мы не обречены. Почему вы задали такой болезнью? Нет, мы не обречены. А что? Мне кажется, постановка проблемы судить самих себя, потому что мы тоже несем ответственность. В каком-то смысле. Конечно. Мы разный верят. И судили... Разный. Разный. Уголовную, историческую. Политическую, уголовную, историческую. Какую хотите. Все в разной мере и разной. И разной. И кто-то несет ответственность, потому что он молчит. Кто-то несет ответственность, потому что он замешан в преступлениях. Кто-то несет ответственность, потому что он получает хорошие доходы, потому что он не хочет этого. Мы не можем... Так вот, мне кажется, что в СССР постоянно боролись с телеологией, постоянно шла борьба с телеологией, ничего подобного, а вот вы попробуйте это слово сказать, это же была запрещенная наука телеологии, везде Владимир Ильич Ленин писал свои книги против телеологии, это было запрещенное все, но, наверное, все об этом знают, что телеология в СССР официально была запрещена, хотя планирование разрешалось, а телеология была запрещена. Телеология, вы скажете, это целеполагание. Да, целеполагание. Когда я работаю как консультант в бизнес-среде, то я обнаруживаю, что практически ни у одного нашего менеджера, самого высокого или самого низкого, практически отсутствует понятие целеположения. Он не разделяет корпоративные цели, он не понимает, какую ему поставить индивидуальную цель и многое другое. Так вот, если мы сами вот в этом кругу не можем выработать каких-то определенных целей, мы должны эти цели вырабатывать. Мы должны каким-то образом так действовать, и есть такие способы действия, когда цель оказывается для всех очевидной, и мы начинаем двигаться к некой общей цели. Будет ли это суд, над советской системой звучит ни о чем. Над кем судить преступниками из состава КГБ? Судить преступников из состава Пакта Парада? Или же осуждать кого-то конкретно за какие-то вот там палач, который расстреливал Вавилова, похоже до сих пор жив. Его видели люди, и он говорит, что правильно его расстреляли. Конечно правильно, он сейчас так утверждает. Я бы и сейчас его расстрелял, говорит этот палач. Мы должны понять, в первую очередь, если судить, то кого? Проводить иллюстрацию, то зачем? Все эти вещи должны быть очень ясно понимаемы. Если мы говорим про то, что мы должны поставить границу между СССР и Россией современной, да, очень хорошо. Отрицание предшествующей формы. Но когда мы говорим о том, что мы поставим целью, к чему мы будем двигаться в той России, нам нужно это очень ясно представлять. Если мы не будем ясно представлять, мы никому ничего не можем сказать, кроме презентации наших споров. Вот так мне кажется. У меня есть имя, Борис. По-моему, целый ряд вещей на первом уровне, на уровне первого понимания, он прописан. Я еще раз повторяю, если мы хотим осудить то, что не российское, и вписать нашу историю в сегодня, и осудить предательство России, переворачивание России, вот это вся цель. Я не знаю, конечно, насколько это описывается, потому что я прочитаю, безусловно, текст, это нужно время. Мне кажется, что потребность, конечно, есть избавиться от чего-то окаменелого, да, что-то мешает, безусловно. Но мне кажется, что есть потребность как раз в таком холистическом движении. То есть я говорю конкретно, то есть я имею в виду, что выработка и целей, и аксиологии тоже. Потому что если мы начнем с вами судить то, что было за нами, да, все же импульт должен быть вперед. Мы должны ориентироваться на ценностное управление, если мы говорим про менеджмент, да, а не говорить про то, что уже давно отпало. Мне кажется, я не знаю, может, я не прав. Если поставить такую цель, то получить... Я недавно был на конференции, где если я сказал, что Сталин был убийца, меня бы там прямо на конференции бы кончили. Я прихожу на другую конференцию, мне говорят, Сталин был предатель. Вы поймите, мне кажется, что у нас общество рдет от того, что мы не ищем каких-то общих оснований для себя. Я не к тому, чтобы все свести на уровень идиотов, которым достаточно там поесть в Макдональдсе. Я хочу сказать о чем. Нам нужно отрефлексировать, освободиться от чего-то. Конечно, нужно развивать, нужно развивать как бы самодеятельность. В хорошем смысле, я имею в виду субъективную, субъективную компоненту. Но, и мне, например, не близка позиция, которую человек озвучивал, да, потому что у меня, например, лично родственники погибли во время репрессии, у меня деда расстреляли в 1937 году. И мне далеко не все равно это. И дальше не все равно это. Но я, ну если бы о социологии говорим, да, все-таки нужно попытаться описать как объект. Если я эмоционально к чему-то привязан, ну в этом месте все-таки будет искажение. Вот, я не знаю, близка вам такая позиция нет, но мне кажется, что какой-то вот такой научно-методологический взгляд холодный, спокойный, понимаете, очень необходим. Потому что эти ребята, которые сейчас, да, вот на улице шарахаются, да, у нас 60% юношей до 16 лет уже попробовали наркотики. 40% девочек. Ребят, это же, это ситуация очень простая. Мы биологически вымрем. Я хочу о чем сказать. Почему? Нет смысла. И советская идеология была дерьмо, безусловно. Но она давала направление. Мне кажется, смысл, вот задача как раз в том, чтобы выявить, ну попробовать хотя бы выявить какую-то значимую цель. Вынести ее так, чтобы люди не могут собраться под знамена Российской империи. У нас нет российской культуры. Она погибла в 20-е годы. У нас нет 90% православия. Когда мне говорят, что православные и русские это тождество, я занимался леговедением, я говорю, хорошо, а что вы предлагаете тогда? А как быть с мусульманами? А как быть с буддистами? А как быть с теми, кто придерживается каких-то сектантских взглядов? Ну давайте тогда, русские православные и тождественники, мы остаемся под таком опять. Вот, мне кажется, вот как бы пафос. Я не знаю, насколько я точно высказался, но вот пафос, мне кажется, как раз в том, чтобы убрать, убрать это, чтобы бодаемся. Нам нужно отрефиксировать это и оставить. Нам нужно думать о будущем. Нам нужно думать, чем будут жить дети, которым сейчас 2, 3, 5, 10 лет. Чтобы у них был смысл, чтобы они жили как люди. И в хорошем смысле, как люди, без пассионарных личностей, в хорошем смысле, не будет никогда у нас ничего хорошего. У нас, без советской власти как раз, в чем была беда? Беда была в том, что все, кто высовывался, так? Секли под корень, так? Вот это надо преодолеть. Вот это размазывание. Иначе у нас даже те структуры крупные, которые существуют, и государственная власть, и русская православная церковь, и другие иерархические структуры, не имея в своем составе людей с головой, они будут убивать нашу страну и сами погибнут. Вот я хотел, ну как вот, как, попытался передать, не знаю, насколько я, насколько я... Вы, кстати говоря, вот у меня с вами спор есть, но я не буду сейчас, вот вы в нескольких местах предмет подменили. Но я с вами потом поругаюсь, если у вас будет готово к желанию. Можно я очень коротко обвечу? Во-первых, мне вот общая проблема. Мне кажется, следующая. Объем и глубина наших проблем столь велика, что вот если бы все выступали с докладами, как я, то мы бы и на один процент не решили, потому что их очень много, этих проблем. И каждый их по-своему видит, и каждый по-своему понимает. Поэтому бессмысленно вообще ставить цель, вот сейчас разобраться полностью, сейчас разобраться до конца и так далее. Да нет, вы согласны вообще разбираться, вы хотите? Вот, конечно, единственное, что можно сказать, первое. Второе. У вас же, честно говоря, я, конечно, ко всем отношусь с уважением, я не хочу как-то, не знаю, там, задевать людей, но ведь у вас в ваших рассуждениях есть противоречия. Вы говорите, что вот с этим прошлым. Вот давайте думать о будущем. Вы несколько раз это повторяете. Давайте двигаться вперед, да? При этом вы же сами сказали, что вы пришли на дискуссию, участвовали, где, если бы вы сказали, что Сталин негодяй, вас бы разорвали на куски. Где оно прошлое? Оно не прошлое. Наше прошлое не становится нашим, оно даже не становится прошлым. Наша история в нас, она здесь и сейчас. И пока мы в этом не разберемся, мы не сможем двигаться вперед, понимаете? Невозможно. Нам надо разобраться. Поэтому это не прошлое. И вот это в простой образ предлагают. Представьте, фантазический образ. Мы все пошли в лес, да? Вот шли-шли, а потом заблудились. И я говорю, слушайте, надо вернуться в ту точку, откуда мы заблудились, и проложить маршрут. А вы говорите, какой бред, куда возвращаться? Надо вперед двигаться, вперед. Да нельзя двигаться вперед, если мы заблудились. То есть надо вернуться, а туда, откуда произошло? А произошло это в 17-м. Вот в 17-м мы сорвались в обрыв. Вопрос сообщения. Дезначительно раньше началось вот этот дух изувшения, который состоит в России. В снах ее времен Россия прогнула, что до 17-го года еще. С конца 19-го года это пошло, это кризис. Это настоевство. Вы не в этом делаете. Вы, когда речь идет о том, нельзя вернуться там. Ну как нельзя? Элементарно, понимаете? Все сделали, все остальные страны сделали. Кроме нас. Не о чем разговаривать. Больше восстановила свою государственность до 45-го года. Восстановила, Чехия восстановила. Все остальные восстановили. У нас нет. Когда мне говорят, ну как же это можно? Ну вообще, что вы думаете? Как же можно вернуться? Ну вернулись же люди. Только маленькие удачи. У них было на 20 лет меньше. Что это было сделать? Почти насильно обращены в советскую власть. А мы не насильно. А кто? А лагеря. Простите, а лагеря. Что? Смотрите, что коротко произошло в тех странах. Первое. Как правило, вернули конституцию декоммунистическую. Но. Вот это сделано, например, в Латвии. И в тот же день восстановили конституцию до Советской Латвии. И в тот же день сказали, действие конституции приостанавливается. И ее вписывали в современность. Оно уже вписано. И у них на основе той конституции те законы, которые сегодня... Второе. Они провели реституцию. Они вернули собственность историческим хозяевам. У нас это не сделаешь. Потому что они не хотят... Кому надо из этого... И видите, дерьма поднимать сюда. Вот. Но. Частично реституцию провести можно, а частично проведена. Потому что все православные храмы, это и есть реституция. Это и есть реституция. И никто там... Никаких маскишов в этих храмах быть не может. Они отбирают друг у друга, потому что вся приватизация незаконна. А церкви никто не отбирает, потому что это понятно, кому принадлежат. Значит, во-первых, вернули конституцию. Во-вторых, провели реституцию. У нас это можно, например, на примере усадеб. Вот есть усадьба там Льва Толстого и там же правнук Льва Толстого. Но таких мест, если хотя бы... Как можно нам конституцию возвращать? К основному закону, который был с шестого года. Но мы сейчас будем спорить о деталях. Вопрос, что вернуть и как можно вернуть. Я сейчас не буду, это большая тема. Но это как раз предмет дискуссии. Но что интересно, что вот эти страны именно так и поступили. Они и вернулись, и закон вернули, и собственность вернули, насколько возможно. И плюс тому провели иллюстрацию. То есть они сказали, ребята, вы были коммунистами, да? Но бог с вами. Но вот во власти вы больше не будете. Мы вас не сажаем еще. Но нельзя преподавать и нельзя сидеть во власти. Остальное ради бога. Сегодня у нас абсурд. Я еще читал лекции в университете. И ребята, слушайте, у нас же только что читал Масли, но нам доказывал... Преподаватели старшего поколения с глазами блестящими рассказывают, какой сладкий коммунизм. После этого прием приходишь, а они в этом не могут понять. С одной кафедрой. Видите, это не условие. Он рассказывает, как ему все у вас было. Так, Игорь Валерьевич, еще какие-то идеи. Можно реплику. Вот вы спорили, говорите просто с места реплику. А может быть мы вырисовываемся не в плане уже дискуссии и полемики, а вырисовывается следующий наш шаг. Который я бы перефразировал с моим уважаемым моим соседом. Цель наша, цель наша, попытки нарисовать на чистом листе любимую нашу родину Россию в нашем понимании. А средства в том числе и на первом месте через суд над советской властью. Это средства, это метод приема, который нас подведет, когда мы отбросим, как говорится, расчистим Россию, расчистим советскую власть. И не будем говорить о этом чистом листе. Все-таки дискуссия пошла в сторону не просто обсуждения. Оставится вырисовывается гласно или негласно цель и средства. Если бы еще философский, идеологический термин, мы бы ценности определили для себя, тогда бы вся конфигурация классическая была. Цель, я подытожил просто, если кто еще будет говорить об этом, цель наша все-таки попытаться хотя бы для себя обрисовать картину мира или союз России с западниками. Кстати говоря, здесь нужно обязательно слово какое-то подыскать. Россия с западом, это не звучит в документах. Какая сейчас Россия? Она не сущно важна. Да, нет, она не сущно важна, но это идеология нынешней России. Поэтому цель это наша сегодняшняя Россия, а средства этот суд над советской властью. Я во всяком случае, что слушаю, начинает у меня это вырисовываться. Хотя, может быть, организаторам это не совсем пока упорядочивается. Я готов под их концепцию идти. Почему? Потому что инициатива от них исходит. И само обсуждение нас выведет, ну или приблизит к истине. Кто ближе к реализации? Где цель, а где средства? Я согласен с вами на 90%, но 10% нет. Удачи почему? Вы говорите, рисовать Россию с чистого листа. У нас нет такого права. У нас есть язык, история, традиции, культура. Другое, потому что надо разобраться, что сегодня из этого можно взять. Никак не с чистого листа. Я сейчас сравниваю с Максом Лениным. Вы можете, извините меня, почему я не могу назвать себя художником? Надо разобраться. Предлагать. Чем отличается? В историческом наследии. Вот Сурков предлагал национальную идею суверенная демократия. Путин говорил, конкурентоспособность во всем. Ну и так далее, да? Вот это все абсолютно не годится. Не потому что это говорили политики. Это надо не выдумывать национальную идею. Ее надо выявлять. Надо открывать. Она содержится в ткани нашей культуры. Когда вы говорите, с чистого листа, у нас нет такого права. Мы что, отказываемся от всей своей истории? У нас их надо очистить. Я имел в виду о Венегрете. Венегрет не нужно назвать чистый лист власть. А наши рассуждения, выстраданные историей, и опираясь на ваши же все истоки, включая судов на советской власти, это я имел в виду чистый лист. Я не говорил о том, что мы пишем все по-новому. Нет. Но весь Венегрет сюда совать, плюс еще делать суд над советской властью, усиливать только нет. Поэтому мы можем определяться то, что мы видим в сегодняшней жизни, особенно с негативными явлениями, и через судов над советской властью усиливать наши позиции, вдаваясь в историю. И опираясь, несомненно, на дореволюционную Россию. Почему не попадаются ваши явления? У меня есть предложение. Мне кажется, что можно начать повторять. У нас примерно общие установки и совпадающие подходы. Я предлагаю следующее. Мы сейчас, и даже если мы 10 лет будем заседать, мы на все вопросы не ответим. А мы хотим сразу на все. По-моему, здесь собрались люди, которым эта идея близка. Она как бы висит в воздухе. Так и давайте подумаем о том, как нам организовать следующую работу. Для этого просто нужно написать. Если есть какие-то очень важные возражения, сообщения, давайте их выслушим. Если мы уже повторяемся, давайте на этом остановимся. Давайте запишем свои координаты. И давайте поручим какой-то группе, например, опять Сергею, мне и Юрию, или кто еще хочет, продумать, как провести следующую встречу, какую тему поставить. Вот такое предложение. Мы сегодня уже договорились. Володя тебе принес книжку. А я еще принес. И Юра хотел. Да, хотел. Спасибо. Вообще, как говорится, не самая реклама, но в принципе, много из того, что я говорю, тоже вот эта книжка, которая... Продолжение следует...